И не думайте, что только ваши дети за священный унитаз Путина погибают. Вот кадыровские непосредственные родственники тоже погибают. 21 апреля вам об этом говорят. После того, как эта операция по дезинформации выполнена, по пропаганде, после этого он снимает с себя всю эту военную форму, эту амуницию, это оружие, все это с себя снимает, оставляет в Украине для вашего пушечного мяса. Едет домой под крыло Рамзана Кадырова, садится вместе с ним в мечети и проводит там пятничную молитву. Как думаешь, если в Кремле захотят заменить Кадыровым, кто из окружения Кадырова будет достоин этого поста предателя? Слушай, ты думаешь, там есть какая-то проблема в желающих? Да там их столько, там конкурс можно объявлять на замещение этой должности, их там полно, этих предателей, уже действующих, желающих, таковыми быть, найдется немало. Ну, к сожалению, подобные должности, предательские, они очень щедро оплачиваются, и поэтому всегда найдутся люди, готовые продать честь и совесть за деньги. Они всегда были и всегда будут. Так что проблем с этим у России не будет. Так, давайте-ка немножко поговорим про Кадыровцев в Украине. 21 апреля 2022 года Адам Делимханов на своем телеграм-канале, а у Адама Делимханова есть свой телеграм-канал, опубликовал вот такой пост. Ассалам алейкум, дорогие друзья, как мы знаем, все эти дни под личным контролем моего дорогого брата, главы Чеченской Республики, героя России, Сон Целикова, Рамзана Ахматовича Кадырова, вместе с дорогим племянником Халидом Кадыровым и нашим братом-заместителем бла-бла-бла-бла-бла-бла, этот пост был сопроводительным к видеоролику. Небольшой отрывок, давайте посмотрим из этого видеоролика. Ребятники, Рамзан Ахматовича, наши Кадыровы, мы все Кадыровы, кора, так что шайтанам оставшимся тоже не уйти от нас. Для чего был опубликован этот ролик и этот пост к этому ролику? Для того, чтобы те наши дебилы, которых пушечным мясом отправляют воевать в Украину, их родители, их родственники, чтобы им сказать, что якобы это не только ваших детей сюда отправляют. Вот смотрите, здесь находятся и непосредственные родственники Кадырова, люди, можно сказать, из его семьи. Вот этот Халид, это племянник, в общем, близкий человек из его фамилии. Вот, дескать, вы не думайте, что только ваших детей убивают. Вот здесь вот непосредственно, значит, Кадыровы тоже рискуют жизнью и здесь воюют. Эта информация должна была быть до вас донесена. Но 22 апреля, то есть на следующий день, после того, как Адам делает вот эту публикацию у себя в Телеграм-канале, на следующий день Рамзан Кадыров уже в своем Телеграм-канале публикует вот такой пост, где он рассказывает, что они, значит, это пятница, 20 апреля была пятница, что они провели пятничную молитву, и это сопроводительный пост к видеоролику. И давайте небольшой отрывок из этого видео. На этом видео в этой мечети в Чечне 22 апреля сидит этот же Халид Кадыров. Вот если вдруг кто-то из вас его не узнал, вот он на стоп-кадре, который был опубликован Адамом Делимхадовым в своем Телеграм-канале, и вот он же сидящий в этой мечети на видео, которое было опубликовано Рамзаном Кадыровым. 21-го он якобы в Украине, 22-го он уже в Чечне. 21-го он воюет, типа, в Украине, как и ваши дети, которых отправляют пушечным мясом в Украину, и которые там погибают, и вам их привозят и рассказывают, что они теперь все в раю, вы, дескать, не переживайте, вы не должны плакать по этому поводу, все нормально, вы для этого и растили своих детей, чтобы они потом за унитаз золотой Путина погибали в Украине. Это и есть священная война по версии Салаха Межиева, в религии Салаха Межиева. Вот так вам объясняют, и не думайте, что только ваши дети за священный унитаз Путина погибают. Вот кадыровские непосредственные родственники тоже погибают. 21-го апреля вам об этом говорят. После того, как эта операция по дезинформации выполнена, по пропаганде, после этого он снимает с себя всю эту военную форму, эту амуницию, это оружие, все это с себя снимает, оставляет в Украине для вашего пушечного мяса, едет домой под крыло Рамзана Кадырова, садится вместе с ним в мечети и проводит там пятничную молитву. Вот так вот воюют Кадыровы. В то время, как ваши дети там погибают за путинский унитаз, за путинский шест в кальяной. Где он будет смотреть развратные танцы. Вот что происходит в республике. Пока вы дебилы, думаете, что там защищаются какие-то интересы. Пока вам об этом рассказывают. Вот покажите это родственникам тех, кто уже погиб в Украине. И тех, кому еще предстоит нам погибнуть. Ну а может кому-то повезет и он вернется. Покажите это их родственникам. Покажите это непосредственно им самим. Покажите им это видео. Покажите, где они сейчас находятся. И где сейчас находится тот самый дорогой племянник Халид Кадыров. И остальные. Вот эта остальная шушера кадыровская, приближенная к Кадырову. Вы ведь прекрасно знаете, что не они там будут погибать. И нет сегодня ни одного среди них погибшего. Почему нет? Потому что они не подвергают себя опасности. Они никогда не будут там, где можно погибнуть. Они будут вам показывать ролики, как они стреляют куда-то из снайперской винтовки. Там куда-то Адам Делимханов стреляет в никуда. Из пулемета они будут там по два пулемета стрелять. Но это все будут постановочные ролики. А погибать будут ваши дети. Из них никто не погибнет. Поэтому покажите это их родственникам и задумайтесь немножко. Я позвонил по номеру в Кадыровские добровольцы. С десяти раз дозвонился. Там кричат, мы вас берем. Только вы готовьте 30-40 тысяч на билеты, экипировочку, еду, мыльно-рыльные. Я не пойму, они прикалываются? Я не знаю, но по ощущениям скажу, что вы, наверное, видели уже эти ролики, как они со всей России, да не только с России, даже за пределами России, там из Приднестровья. В общем, всякий сброд они просто набирают. И в Чечне его экипируют, там делают какую-то минимальную подготовку и отправляют в Украину. Я думаю, что это связано как раз с отсутствием желания чеченцев ехать воевать в Украину. Не было бы нужды собирать там со всего постсоветского пространства этих орков и отправлять их туда, если бы чеченцы желали туда ехать. И я очень рад, что чеченцы не хотят туда ехать, что с этим у Кадыровца возникли проблемы. Это говорит, что какую-то часть реальных добровольцев они уже собрали и отправили. Тех людей, которых они могли заставить, зэков, освобождившихся, находящихся под надзором, людей из своих подвалов, незаконно задержанных и так далее. Их тоже они уже отправили, больше никого нет. Вот сейчас нужны, видимо, реально добровольцы, которые добровольно, имея желание, поедут в Украину убивать украинцев. И вот, хвала Аллаху, таких, видимо, не находится сегодня в Чечне. И они вынуждены собирать вот этих орков по всему постсоветскому пространству. Субтитры создавал DimaTorzok